Господа, мое уважение, в предыдущей серии обещал рассказать, с какими проблемами столкнулись разработчики Фрэнбоу, и самая главная проблема, как и всегда, это деньги, а точнее их отсутствие. Для выпуска Фрэнбоу потребовалось бы примерно 50 с лишним тысяч долларов. Таких денег у семьи, естественно, не было, и было принято решение выкинуть проект на площадку, которую дальше будут называть Kickstarter, для того, чтобы собрать донатами нужную сумму. Таких проектов было в то время не очень много, поэтому игрой сразу заинтересовались, и пока спонсорские денежки поступали, Наталья и Исак решают экономить на еде и походах, и развлечениях к друзьями. Кстати, на некоторых кадрах видно, что у Натальи был точно такой же черный кот, как и у Фрэн. Когда игра была примерно наполовину готова, у Исака умирает дедушка, это было большим потрясением, но дедушка оставляет внуку неплохое наследство, и все эти деньги были также потрачены на разработку игры. Спустя полтора года накоплений из личных сбережений было потрачено еще 15 тысяч долларов, и только тогда они смогли собрать полную сумму на разработку Фрэн Боу. А теперь небольшая теория о том, что происходит на данный момент в игре. Мне действительно важно записывать вот эти вот заметки по прохождению каждого и каждого эпизода, чтобы потом скрепить это все дело воедино и понять, где я был прав, где я был близок к истине. Игра действительно наводит на рассуждения, и хочется строить теории, и мне кажется, что Фрэн не покидала больницу. Она до сих пор находится там, под воздействием гипноза, либо психотропных препаратов. Мне кажется, тогда, когда мы приняли в первой серии злосчастную таблетку Даутина и упали в омрак, мы из него не выходили. Есть ощущение, что она до сих пор лежит и воображает все, что происходит вокруг нее. Это действия либо психотропных препаратов, либо посттравматического синдрома. После смерти родителей Фрэн действительно немножечко стрессанула, и вокруг нее сейчас просто либо мир благоухает, либо просто хаос какой-то порождается вокруг нее. Есть ощущение, что все, что происходит в игре, абсолютно, абсолютная галлюцинация Фрэн, которая до сих пор находится в лечебнице. Она только что сказала, что они работают над DLC Фрэнбоу. Это тикток-основательницы студии, запись ноябрь 2021 год. Фрэнбоу DLC, an extra chapter, coming 2022 год. В этом году должна была или должен выйти DLC к Фрэнбоу? Это что, реальность какая-то или что? Я что, я вовремя начал эту игру проходить прямо перед выходом DLC? Она так радуется, ты посмотри. Ну, типа, мы, говорит, вахери на самом деле, что придется опять работать над этим проектом. Боже, опять эти кошки, опять эти тени, кровь вокруг, таблетки. Я в шоке. А мой муж, о боже. Да, давайте, говорит, она такая, она такая классная, она такая прикольная. Да, говорит, в следующем году ждите, то есть, ну, типа, в 2022-м ждите. В 2021-м она это записывала, там дальше есть еще дневники разработки, но ничего особо и не видно. По поводу самой-то игры там нету кадров или еще что-то такого. Ха-ха-ха! Кайф! Вроде все новости рассказал, надеюсь, был полезен и информативен. Мистер Полночь сидит и вылизывает свои кокошеньки прямо на прахе девочек. Рванули отсюда. Как отсюда выбраться, родной? Мистер Полночь, у тебя есть идея, как выбраться отсюда? Я не знаю, мяу. Возможно, у кого-то другого есть идеи. А у кого другого? А, пойдем к мистеру Жабичу сходим. Мистер Жабич. Он должен, может быть, знать, как нам отсюда выбраться. Здорово, мужик. Я смогла, Сэр, Жаба! Девочки мертвы! Прекрасно. Теперь я могу отправиться к своей семье. А я? Можно отправиться к своей семье? Я тоже хочу, сэр. Я нашла, наконец, своего котика. Я просто хочу домой. Кстати, Грейс. Но как вы выберетесь? Как вы выберетесь? Здесь нет локи. Помогите нам. Мы не умеем плавать. Помогите. Я думала, вы поможете выбраться отсюда. Я хотел бы вам помочь, но я крошечный. Несмотря на то, что мое тело довольно пластичное, я не могу переправить вас обоих на другую сторону. Дайте-ка мне подумать. Не бросайте нас, прошу. А, и все. Что можно с ним сделать? Маркером, спичками. Это что такое? Изучить. Разрыхлитель, чтобы сделать тесто пышным. А, пышным! Ты будешь пышным и красивым! Возьмите, это Жаба должно помочь. Я все думал, куда его применять? Я не сдобная булка! Говорит мне Жаба. Но вы липкий и мягкий. Прям как тесто. Ты права, а? Это может сработать, была не была. Бог мой. Получилось, сработало! Я большое чувствую себя великолепно. Отлично, поехали. Мистер Полн, садитесь на него. Конечно, Фрэн. Однако, гигантская Жаба пристально на меня смотрит. Котик не хочет. Пойдемте, я сказал. Котик, прошу, он тебя не укусит. Хорошо. Если он попытается это сделать, я поцарапаю его, мяу. Да, постарайся не ранить его, пока мы плывем. Тут глубоко, и мы не знаем, какие там обитают существа. А то, что... Она боится каких-то существ. А? Вдруг. Перед тобой сидит двухметровая жаба. Если мы упадем в воду, мы можем погибнуть. О, боже. Да, погибнуть. Я обещаю, не буду царапать жабу. Поехали, мяу. Эй, девочка. Прежде чем мы отправимся, я забыл тебе отдать кое-что. Я видел тебя на этом фото и подумал, что это твое. На фото? А, ну, я видел эту фотку. Да, я потеряла ее, когда лезла в канализацию. И еще книга. Она была с фотографией. Леон. Что-то книга. Ах, жаба. Вы нашли мое семейное фото. Большое спасибо. Я думал, что потеряла его навсегда. Да, но книга не моя. Прими ее в качестве подарка. Читать здорово, в ней много картинок. Спасибо. Люблю картинки, давайте отправляться. Да, поехали. Боже. Котик, смотри, уселся. С кайфом. А я хотел книгу поизучать. Что за Леон? Леон С. Кеннеди. Resident Evil. Ну, понятно. Что началось-то? Мини-игры опять какие-то. А как здесь? А, ну все. Улетел. Я понял. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Жестко. Сюда. Оп. Оп. Ха-ха. А все, некуда. Нет есть. На месте. А, и все. Вот теперь точно некуда, да. Понятно. Не, подожди, надо справа начинать, по всей видимости. Справа, справа. Да куда ж ты? Конченая. Вот здесь. Момент. Зря. Повторение предыдущего. Повторение предыдущего. Не так. Все не так, все не то. Нужно по бревну перебираться, по всей видимости, вот поэтому. Подожди, стой. Ты дура, я не понимаю. Уезжай. А, может быть, сейчас здесь что-то появится? Да, смотри. Оп. Аккуратно давай. Сюда. И здесь. Давай, прошу тебя. Да, есть. Готовы. Легенькая. Это легенькая. После крови, которую нужно было пролить самой Френ, это слишком легко. Понятно? Оп, листочек. А, я не попала на него. Не заплатил за проезд. Либо на бревно. А, скорее всего, на бревно нужно будет сейчас. Нет, листочек пропускаем. Нужно вот это бревно. Листочек, листочек не работает. Нет, не рабочая тема. Вот, вот на это, вот на это полено. Оп. Сюда. Второе полено, листок. Два. Сразу листок три. И быстро сейчас. Хоп, хоп. Красавчик. Получен достижение Тот Он Борд. Красава. Хе-хе. Прикольно. Это было легко. Это мини-игра, да? Так, ну мы, собственно говоря, доплыли. С кайфом. Вы на место спрыгиваете. Пойдем, котик. Рванули. Котофей. Оп. Слушай, ну, а если смотреть правде в глаза, мы же сбежали из больницы, да? Пришло время отправляться домой. Надеюсь, вы найдете свою семью, сэр. Спасибо. Надеюсь, вы тоже прощаете. Да, наберешь. До свидания, сэр. И спасибо за поездку. Давай. Котик уже куда-то рванул. Френ, что нам делать? Искать путь домой, котик. Ты видишь небо? Сейчас рассвет. Скоро все страшные вещи исчезнут. А, я какой голодный. Хочу спать. Хочу домой. Мяу. Я тоже, котик. Мы найдем путь. Угу. Я сделаю все, чтобы помочь тебе, дорогая. Пойдем. Пойдем. Мяу. Пойдем. А что, таблетки нельзя выпить? Так, чисто на скидку. Ого. Это, типа, какая-то мама припарковалась здесь со своим ребенком. И они все равно умер. Она пыталась его спасти. А кто это? Ой-ой. Скелет малыша. Не только малыша. Здесь еще и родители. Полагаю, они не успели вовремя. Слушай, кстати, это очень сильно похоже за... О, это очень клишированная история. Мама, которая спасала своего ребенка, прыгнула в воду по течению. Несло, несло, несло. И она там доплыла до ближайшего берега. Тинула ребенка. И, я не знаю, там. В 50 из... В 50 процентах его кто-то подбирает, а родитель умирает. Интересно. Ну, кто это такая, да, типа? Спокойной ночи и сладких снов. Ой-ой, скелет малыша. Ладно. Котофей, а тебя нет с таблетками. Его не существует. Он мертв, да? Котик. Котика нету. Это чисто эффект Карлсона. Она придумала его. Больше ничего. Луна. Да, ничего не кликает. О, камень. Вы камень? А? Было бы прекрасно увидеть тролля. Красивые цветы. Вы камень? Красивый цветовый камень. Ладно, пойдем. Рванули, дерево. Ничего себе, какое дерево. Какое. У него много корней. Они выглядят как руки. Хотел бы я когда-нибудь поговорить с деревом. Ты уже разговариваешь. Ничего себе, какое дерево. У него много корней. Цветы. Боже, мост выглядит довольно жутко. Фрэн, пошли. Мы должны вернуться домой. Не время бояться. Да, но я немного побаиваюсь высоты. Я пойду первым, хорошо? Иди за мной. Давай, котик. Хорошо, котик. Ты такой милый. Я пойду прямо за тобой. Придумала ведь себе вот этого друга смелого, за которым она может идти. Представляешь? Настолько интерпретация человек. То есть из-за своих страхов каких-то там что-то уже шуршит. Мне не нравится. Она не дойдет явно. Придумала себе вот этого вот смелого котика. А что это ты сел? Давай, Фрэн, пошли. Я жду тебя. Гоманули. Слушай, ждешь. Иди, иди вперед. Фрэн? Подожди. Я жду. Боже, опять этот козлик. А кто это, кстати, такой? Я не пойму, что она хочет от Фрэнбоу. Что им мешает? Как привидение какое-то. О, боже, красные слезы. Боже мой, я не могу больше. Я хочу, не хочу умирать. Котик сейчас руку мне подаст. Ты не умрешь, мой друг. Давай, ты сможешь. Прыгай. Прыгаю. Такая экспрессия. Прыгай. О, боже, я держу тебя. Фрэн, нет. Прыгай за ней. И тогда я просто восхищаться начну этой игрой. Это же вообще клише. Ну, ладно, это ж неплохо. Это неплохо. Я просто это уже много где видел. О, мультик. Не бойся, Фрэн. Не бойся. Она же придумала его. Он не настоящий. Мы часто падаем. Ой, это же поучительная тема. Но пройдя через боль, мы всегда поднимаемся. Чисто Кратос, знаешь. Ой, это тетушка Грейс, походу. Или это мама, подожди. Они же похожи друг на друга. Дорогая тетя Грейс, никогда не бросай меня. Не плачь, моя девочка. Твое сердечко чисто, но твой разум в муках. Ты должна остаться и пойти своим путем. Ты должна остаться? Пожалуйста, тетя Грейс, почему вы просто не заберешь меня отсюда? Слушайте, ты должна остаться? Она носова там киданула? Ты бросаешь мне одну так же, как это сделали мама с папой. Ого, ты обвиняешь их в том, что они умерли. Прости, дорогая Фрэн. Белая рука. А, ну ладно. Ты скоро поймешь. И уходит. Она оставила ее в больнице. Это же больничная койка. Тетя Грейс, нет. Прошу. Она ее оставила в больнице. Говорит, не оставляй меня здесь. Она сама ее сюда приперла. Фрэн, время принять твое новое лекарство. О, дуатин. Сюда давай таблетки свои. Опять эти щупальцы. Какие-то тентакли ее опутывают. Доктор в афиге. Мы в шоках. Все нормально. Ого, ее раскидало. А где? В смысле, одежда, девочки. Что произошло? Мяу. А, в смысле, за котикой играть бы? Где я? Фрэн, где ты? Да, за котика как будто бы. У-ха. Прикол. Это колготки Фрэн. Смотри, лапка даже появляется. Видишь, черненькая? Черненькая лапка котика. Ботинок Фрэн. Ботинок Фрэн. Нассать в тапки можно? Ботинок Фрэн. Второй, левый ботинок. Платьишко. О, это живое полено. Что делать? А, дерево можно тронуть. Что за уродливое дело? Я расцарапаю тебя. Котик. Котик, котик, перестань. О чем ты говоришь? Это что, Фрэн? Превратилось в бревно? Моя дорогая. Это ты не может быть. Что такое, мой дорогой котик? Конечно же, это я. Кто же еще? Она не понимает, да, что произошло? Фрэн, ты дерево! Не глупи, помоги мне встать. А у нее даже корешков нет. Ну, в смысле, нет ножек. Да не может она. Секунду, где мои руки? Почему я не могу пошевелиться? Я говорю тебе, дорогая, ты превратилась в бревно. Но как? Мой дорогой, это конец. Это конец. Это все больше... Это все большой монстр. Я знаю, он не даст нам вернуться домой. Да, то есть вот этот козлик превратил ее в бревно. Надеюсь, он не вернется. Он очень страшный. Мир, кстати, смотри, какой другой, да? Абсолютно. Он всегда возвращается. Кажется, я помню его еще с той ночи, когда мама и папа погибли. Ну да, увидели этого козла. Котик, я не хочу говорить об этом. Хочу вернуться домой. Но ты дерево, друг мой. Дерево? Еб твою мать. Я не смогу донести тебя до дома. Очнись, Фрэн. Ты все еще в больнице. Я уже более чем уверен, что ты все еще там. Кроме того, я не уверен, где мы находимся. Я умолю, котик, скажи мне. Прошу, не говори так, Фрэн, не оставляй меня здесь. Я чувствую себя такой слабый. Это кто? Мистер... Морковка и мистер хрен знает кто? Что происходит? Хомка! Хуля-хауля. Хуля-хауля. Хош-хош-хош. 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 Да ты что, не тыкай палкой в меня. Осторожнее, сэр, почему вы нападаете? Ты что меня тыкаешь, придурок? Отвали, убери свой продолговатый предмет подальше от меня. Морковка. Холька-каулька! Прекратите, я вас расцарапаю. Котофей, ну-ка накинься на морковку. Да перестань, слышь ты, животное. Что ты делаешь, овощ? Что они говорят? Котик, почему с нами так происходит? Что происходит? Да, у меня такой же вопрос. Прекратите нападать, у меня нет дурных намерений. Холька-каулька! Да суки! Тыкает и тыкает своей этой палкой. В дерево палкой, в дупло. Котик, помоги мне, найди мою сумочку. Может, я смогу что-то сделать. Сумку найти? Посмотрим, что я могу сделать, Фрэн. Так, вот этот придурок... Прекрати нападать моего друга! Морковка! Да ему похер. Это кто? Дружбан твой? Он привязан, кстати, смотри. Или он что делает? Держит... Держит сторожелодку. Старший. Что старший? Старый, сидящий в лодке овощ. А кто это? Там морковка была. Деревянная лодка. Направо можно сходить. Так, что здесь? Какой-то рычажок. О, сумку нашел. Ну-ка прыгай, Котофей. Я вижу сумку моего друга. Ага, ну это было легко. Э! Ну давай. Быстрее! Что с тобой, котик? Ты словно котопес. Не может. А что нужно? О! Камешки. О, я возьму этот камень. Зачем? И что? С камнем надо идти теперь? Не понял. Не понимаю. Использовать предмет лунный камень. А, можно вот так сделать. Даже не буду пытаться. Тогда на мост наведи. Нет, стоп. Что за прикол? Зажми, я не знаю. Использовать предмет вот сюда. На шестеренку. Ага, вот все. Зажал шестеренку. Тогда давай так. Бери сумку. Я достал сумочку. Только потому что я лучший. Ты в... Я лучший. Я догадываюсь до этого сразу. Так, слышь, Френ? О, я могу сам ее открывать. Использовать. Нож, сука! Пиздец тебе морковка! Это не сработает. Ну почему? Сработало бы, если бы ты умел им пользоваться. Слушай, а вот это можно изучить? Таинственная книга. Я не могу ее прочитать. Потому что ты кот! Что делать? Слышь, Френ? Френ, дорогая, я достал сумку. Безумительно! Ты самый лучший, мистер Полноч. Теперь покажи фото моей семьи с Эру, которая нападает на меня. Может он поймет, что я человек? Ну давай. Слышь, на, используй. Лови морковка. Что это за херня? Какое фото? Ты что от меня хочешь? Я хочу в суп! Ага. Я возьму тебя с собой. Куда вы меня забираете, овощи? Ля, жесть. Они хотят помочь тебе, Френ. Я чувствую. Не бойся, мой друг. Да-да. Котик, останови их, пожалуйста. Да прыгай в лодку, поехали. Не оставляй меня! Я буду рядом. Галопма! Галопма! Ужин! Ой, улетели. Летающие овощи. Не иначе. Прикол. Там еще, кстати, камни были. Надеюсь, я взял отсюда с этой локации. А, да меня ж не отпустит игра. Вегетати... 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 У ленивца есть водица. У ленивца есть водица. Вегетативное состояние. Ого, на колено встал. Морковка встала на колено перед каким-то бревном. А меня посадили в этот. Что это? А? Уорис. Уорис. Они разговаривают на каком-то языке на своем. Ну, попиздите, попиздите. Потому что я не понимаю ничего. Я обычных... Приветствую тебя, существо. Меня зовут Жеяр. Ты говоришь полчеловечий. Боже мой. Да, говорю. Наконец-то. Мой хороший друг Райд рассказал, что ты показал ему рисунок. С четырьмя людьми и котом. Полагаю, ты одна из них. Маленькая девочка. Прошу прости моего друга, если он напугал тебя. Он тыкал меня своей морковкой. Мы никогда не видели человека похожего на дерево. Помогите мне. Прошу, я девочка. Нет, нужно и говорить, дитя. Плод все мне покажет. Какой такой плод? О, у него вокруг него, смотри. Ягодки. Виктория. С кайфом. Оп-тем-монокрэйст. Экто. О. Что ты делаешь? Перестань меня опылять. О, что-то созрело на мне. Да. Что-то на мне созрело. Вишенка какая-то. О. Ага. Хм. Посмотрим. А, он типа съест и узнает о ней что-то. Ты хорошая без сомнения, искатель правды. Частое явление в семейном древе Боу. Семейное древе Боу. Фрэм Боу. Частое явление в семейном древе. Типа одна из... Она хорошая. Частое явление встречать хороших? Тебя зовут Фрэм. Девочка со страстью к жизни. Хм. Я вижу большую любовь к существу, стоящему рядом с тобой. Котику. Кот. Защитник врат. Интересно. Вы видите все это? Почему меня все знают? Мальчик, который выжил. Почему все обо мне знают? Тише. Тише. Я вижу что-то еще. Плод ничего не скрывает. Вижу мир, который никто не должен видеть. Кроме одного. Да, это под таблеточками. О чем вы? Ввиду, кроме одного. Вы про монстра? Ты не должна быть здесь, Фрэм. Ты не должна быть здесь. Это все, что я могу тебе сказать, мое дитя. Вы поможете мне? Хм. Я понимаю. Но вы можете мне помочь? Мы не можем отпустить тебя. Это слишком опасно. Ты не должна была узнать о нашем существовании. Но должен же быть способ. Скажите, я умерла? Умерла? Что это значит? Это когда ты больше не существуешь. Быть деревом ненормально. Должно быть, я умерла. Смерть не то, что не что иное, как отсутствие любви. О, ну да. Идиот. Если ты не любишь, ты умираешь. Даже если тело продолжает ходить. О, нас учит морали. Что ничего без любви не имеет смысла. Вау. Помогите вернуться. Нужно домой. Хочу домой. Я люблю, люблю своего котика. Я не мертва. Прошу вас, помоги. Кот, подойди ближе. Дай посмотреть на тебя, как тебя зовут. Если кота нет, то всего этого тоже не существует. Меня зовут мистер Повноч. Красивое имя. Как думаешь, Фрэн? Должна вернуться домой? Думаю, да, сэр. Верните нас домой, умоляю вас. У меня есть вопрос. Вы король? Ну, судя по венку на башке. И как бы кресло вот этому, да, пьедесталу. Это все, конечно. Ха-ха, вы забавно. Да, я король. Король и версты. Это какая-то провинция? Глаза не в курсе. Какая счастье ваше высочество. Мне нравятся ваши листья на голове. Они красивые. А вот фигового листа не видать. Почему вы сидите в том, в чем... Прошу, помогите. Король, сэр. Пожалуйста, вы поможете? Почему ты хочешь вернуться домой? Плод поведал мне и твою историю, Котофей. Вы почти не к чему возвращаться. Там ничего нет, говорит нам древо. Есть много причин, сэр. Но самое главное, это моя тетушка. Она защитит меня. Я хочу, чтобы она... Чтобы обо мне хоть кто-то заботился. Я сбита с толку. Хочу туда, где буду чувствовать себя как дома, сэр. Понимаю. Ты очень храбрая, френд. Я просто хочу домой. Помогите. Есть вещи, которые не могут сделать. Но я... Я не могу... Но я могу помочь тебе. Да. Я проведу тебя к двери. Что отнесет вас домой? Твоя задача пройти сквозь нее. Правда? Большое спасибо. А где эта дверь, сэр? Поговорим об этом больше. Сперва ты должна научиться говорить и ходить. Да, сэр, было бы здорово. Да, клево. Можно меня вернуть в обычное мое как-то? Боюсь, я не смогу вернуть тебе человеческое тело. Никогда? Только великий волшебник сможет. Великий волшебник страны Ост. Кстати, очень много параллелей. Я начинаю замечать со страной Ост. Да? Есть такое. А столица стране чудес? Сюда же. Но мы поговорим о нем после процедуры. Нам нужен великий волшебник. Сначала ты должна понять наш язык. Язык деревьев? Ну как я смогу понять? Съезжу этот фрук. Ага, ну давай. О, отрыгнул. Я не хочу, стой. Твои уши и язык будут понимать. Но не глаза. Ты не сможешь читать. Не беспокойтесь, я всегда могу спросить. Извините, вы понимаете, что я говорю по-человечески, леди? Морковка завазарилась. Да, понимаю. Вы такой добрый. Это удивительно. Ты понял, котик? Нет, не понял. Требую один фрукт для себя, для кота вашего сочистом. Коту дайте паху. Тебе не нужен фрукт, мистер Полночь. Наш остров полон ароматов и звуков. Скоро ты взглянешь на все, как мир, как и видит этот мир Френ. Ты справишься, котик. И, сэр, вы знаете, почему я стал от дерева? Да, но не думаю, что я тот, кто должен отвечать на это. А кто, мне нужен великий волшебник? Теперь перейдем к процедуре. Ты боишься высоты? Немного. Зависит от высоты. Немножечко. У меня, конечно, голова, что? Отведи ее наверх. Немедленно, морковка. А, она не морковка, а это мистер Жук. Куда вы меня несете? Что вы собираетесь со мной? Я ставлю тебе пару рук. Все будет хорошо. Ага. Я буду ждать тебя, Френ. Я люблю тебя. Давай, Котофей, наберешь. Мистер Жук. Ого, он прям водрузил меня на эту свою. Круто. Ты боишься высоты, Френ? О, это, кстати, очень прикольный, похоже, знаешь, на мультик типа с драконом с белым. О, это кто? Такси? Подожди, это. Как его озвучивать? А-а-а! Добрый день. Нет, подожди, какой-то он другой. А-а-а! Добрый. Добрый денек. Добрый. А-а-а! Добрый денек! Меня зовут Полонтерс, и я твой доктор. Это же, подожди, это личинка саламандры, да? Это оскалотль. Ну, типа, это же животное, существующее в реальном мире. Оскалотль называют их. Личинка саламандры. Кстати, очень удивительные существа. Ученые их до сих пор изучают. А дело в том, что личинка может не превратиться в саламандру, а остаться личинкой, типа, до конца своих дней. Это какое-то определенное свойство. Прикольно. Ну, это оскалотль, очевидно. Это отсюда с ресторана. Я твой доктор! И у тебя? У тебя экстренный случай? Да, да, мне нужны руки и ноги. Угу. Удивительно. Какая большая и пушистая штука. Прошу прощения! Простите. Я просто никогда не видела подобного вам. Я все еще пытаюсь понять, что это реально. Моя дорогая Френ, ты... Ты далека. Ты далека. Ты так далека. Меня зовут Френ. Я человеческая девочка. Король прислал меня за руками и ногами, чтобы я смогла отправиться домой. Человек? Думаю, мы сможем доставить тебе парочку рук и ног. Нам придется лететь дальше, чтобы исправить это. Ты готова отучиться... Очутиться в лапах чудовища? Ну, почему чудовище? Ты прикольное существо. Какого чудовища? Меня? Я чудовище! Полетели! Да, ты чудовище. Пойдем. Это оскалотль, очевидно. Даже хвост такой же. Личинка саламандры. Это земноводные существа. Хладнокровные. Он кинул меня в чащу. Вот мы здесь! А вот у нас... Ух ты! Это место такое красивое и спокойное. Хотел бы я оставаться здесь навсегда. Ну да. Спасибо. Это мой дом! Здесь я был рожден. Хлево. Дух великого волока создал его! Дух великого волока. Здесь самая чистая вода во всей вселенной! Ничего, сейчас звучит здорово. Прикольно. Когда начнем? Великий волока? Великий волока, да. Кто такой Великий волока? ВВ. Ты не слышала о пяти реальностях? Нет, не слышала. Но были комментарии по некоторыми сериями. Я очень, если что, отношусь к этому. НЕГРЕВ! НЕГРЕВ! Я такой, вот так пролистал, думаю. Чё к чему? Зачем мне это пишут? Какие пять реальностей? Рассказали, что в этих реальностях даже происходит. Вы думаете, я чё-то запомнил? Нафига вы? Я понимаю, вас распирает. Я понимаю вас. Я понимаю, насколько вас распирает. Рассказать мне всю историю, блядь, от начала и до конца. Но, пожалуйста, совладайте с собою. Совладайте, совладайте. Я пойму эту игру сам. Честно. Если нет, то и чёрт с нею. О пяти реальностях не знаешь? Он король первой реальности. Ага, Великий волока, первая реальность. Окей. Давным-давно он воевал с тьмой и пал. Он пал так сильно. Его сердце было разбито, но он был один. Он прибыл в Виверсту. И его кровь окрасила воду в розовый цвет. Это кровь Великого Волоки. Договор. Вот почему она такая чистая. Это длинная история. Ого. Звучит грандиозно. То есть, я не знал о других реальностях. Но как ты здесь оказалась? Что привело тебя в Виверсту? Мой котик, мистер Полныш, я возвращалась домой. Я была так рада его увидеть снова и обнять. Но потом мы упали. Это сделал большой монстр, который нас преследовал. Он сломал мост. Он хотел моей смерти. Кто хотел твоей смерти? Звучит ужасно. Я предпочитаю не говорить об этом. Но, сэр доктор, вы знаете, почему я стала деревом? Да. Иногда наши желания так сильны, что сбываются. А, она хотела им стать. А, она говорила. И вот бы я хотела, говорит, заговорить с деревом. Прямо буквально перед мостом я там на дерево нажимал. Ты сделала это, чтобы остаться в живых. Твое человеческое тело было уничтожено. Но ты хотела остаться собой. Хотела сохранить себе жизнь. Поэтому ты заняла пустую оболочку, чтобы сохранить свои воспоминания. Я впервые вижу, что человек использовал дерево в качестве кокона. Хм, но тебе опасно здесь находиться. Это делает нашу землю уязвимой. Я сама это сделала? Угу. Наполонтер, сэр! Как я не поняла, что сделала это. Ты не поняла, что сделала? Я. Что ж. Прибыв в версту, ты открыла дверь между нашими реальностями. И пока эта дверь открыта, нежданные существа могут напасть сюда. Попасть. Если это произойдет, баланс будет от... Короче, прерван. Есть только один, кто хотел бы отравить вторую реальность. Отравить. Монстр! Жуткая чернота! А-а-а! Полонтер сплачет, смотри. Я не могу смотреть, как это происходит вновь. Просто не могу. Вновь. Не грустите, доктор. Я сожалею о том, что сделаю. Я не хотела. Маленькая ты девочка. Ты такая милая. Тебе не о чем сожалеть. Ты особенная. Ну, давай с этим заточимся на твоих руках и ногах. Хорошо? Хорошо, мистер Док. Вайн солнца, дух воды. Дай Френ ее руки и ноги. О, боже. Еще на башке, смотри, какая. Как ты сейчас чувствуешь, Френ из Ивесты? Френ из Ивесты, а Григорий из Нижнего Новгорода в афиг. Я чувствую себя прекрасным деревом. У меня есть листья на башке. Рад, что тебе нравится. Я говорил, что мы это исправим. Это волшебная вода. Она может починить все, что угодно. Все, что угодно. Даже мое разбитое сердечко. Что угодно. Думаете, она сможет починить моих мамочку и папочку? Это вряд ли. О чем-то? Починить? А что с ними не так? Ничего, доктор. Большое спасибо за помощь. О, она ему не рассказала об этом. Вы лучше доктор, чтобы у меня был. Вы пушистый и красивый. А, она его сравнивает, наверное, с доктором, который ей таблетки дает. И типа это хорошая интерпретация доктора. Да, типа хороший и плохой. И вообще очень много таких вот этих вот, как нелинейных, это называется. В общем, разделение плохое, хорошее. У меня был друг, доктор, по имени Дирн. Но он был просто злым стариком. А, ну, собственно. Как в воду глядишь, Григорий. Просто на кофейной гуще, буквально. Стариком? Думаю, это не так. Может, он просто следовал правилам? А теперь пойдем, я отнесу тебя на станцию. Ого. А, у меня еще и ножки, смотри, какие клевые. Все, улетели. Даже ничего здесь поизучать нельзя. Полонтрас. Значит, реальности. Мы в Версте, это одна реальность, первая. И мы, по всей видимости, что-то навредили. Вот и мы. Покажи королю Жияру, каким гражданином и Верстой ты стал. Гражданин и Верстой. Еще раз спасибо, доктор. Вы должны познакомиться с моим котиком. Это было прекрасно. Скоро увидимся. Наберешь. До свидания. И он улетает. Все. Можно его вызвать как-то сюда еще? Нет, нельзя. Она просто ходит. Ты что, сон, мы встали себя? Ладно, рванули. О, он котика гладит. Пушистый котик. Тебе нравится? Вот и я. Френ, дорогая, у тебя листья на голове? Ты красивая. Я клевая. Ты представляешь меня. Просто вылитый этот, как его называют? Буратинка. Позволь взглянуть на тебя, каким гражданином и Верстой ты стала. Спасибо, сэр. Доктор потрясающий. Он говорит, волшебство творит с помощью воды. Но он грустил. Он рассказал мне много вещей, и я не совсем поняла. Я совсем не поняла. Называй вещи своими именами. Не волнуйся, Палонтрас будет в порядке. Я знаю причины. Нам нужно уладить кое-какие проблемки, но тебе не о чем беспокоиться. Давай лучше поговорим о том, как тебе вернуться домой. Хорошо? Да, пожалуйста. Вы говорили что-то о великом волшебнике. Угу. Странный ос. А только великий волшебник сможет вернуть тебе человеческое тело. И у него есть камни, чтобы открыть дверь, которая привела тебя домой. А где он? Какие камни? Эта земля полна невероятных вещей. Непонятно. Ты еще не вышла из замка, а уже хочешь все знать? Вот страсть, о которой я говорил. Имей терпение, Фрэн. Великий волшебник живет внутри Великой Горы. Кот Рэм. Кот Рэм. Но мы его не видели уже некоторое время. Найди его, все будет хорошо. Почему вы сами не пытаетесь найти великого волшебника? Да, хороший вопрос. Не было необходимости, все логично, понимаешь? Логично, логично. Для нас нет нужды колдовать или варить зелье. Мы можем делать их сами. Более... Далее... Более важная задача волшебника защитить камни, открывающие дверь. В другую реальность, очевидно. Понятно. Выходит, камни это ключи. И... Где эта гора? Где? Тебе придется поспрашивать. Следуй за указателями. Мне пора идти. Давай, король. Но я вернусь, чтобы помочь тебе открыть дверь. О, Полонтрас. Хорошего тебе дня выверстия. Удачный впоследствии. Да, спасибо. Мужик? А, он на него садится. Это его такса тоже. Ты видел большое существо котик? Это Полонтрас. Он починил меня. Да, он очень пушистый. Чуть не забыл. Вот твоя сумка. Ага, все. Нам возвращают все. Спасибо, Котофей. Ты видел мои таблы? Нет. А, уже ей не нужны таблетки. Собственно, зачем таблетки, когда мы уже вообще полностью поглотились? Рядом с твоей одеждой, да. Что-то там в стороне озера было. Да, в любом случае у нас есть другие дела. Естественно. Нам нужно найти волшебника. Слушай, ну... Механика с двумя реальностями теперь ушла как бы на нет, да? Сошла. Король также говорил что-то о горе. Да, гора Котром. Великий волшебник живет там. Рванули. Гора Котром. Что в сумке? Фотка, спички. Вот это что такое? Использовать. Ого. Много лиц. Выглядит любопытно. Эти лица плачут кровью. Леон Кастильо. Один из тысячи. Интересно, что это за... Леон Кастильо. Хм. Много лиц. Я охотился за правдой, но открыл нечто другое. Я обнаружил то, что мои чувства не в силах показать. Я нашел истину, которая молча таилась в неизвестности. Леон Кастильо. Один из... Я охотился за правдой. Леон. Одиннадцатый июля, тысяча девятьсот восьмой год. Меня зовут Леон. Сейчас мне девяносто два, и я живу один в маленьком доме вдали от города. Стоит признаться, я никогда не любил драгоценности, дома или одежду. С самого детства я разговаривал с животными, растениями и насекомыми. И хотя я не получал ответа, я никогда не отступал. Если вы это читаете, возможно, вы ищете ответы. Да, мы ищем их. Видите то, чего не видит другое. Да. Или можете почувствовать то, что они другие избегают. Есть такое. Вы можете прислушаться к тишине. Леон и кровь. Мистер Леон Старый. Он кажется грустным. Посмотрим, что он написал. Возможно, вы видите то, чего не видят другие. Да, очень похоже на меня. Интересненько. Мистер Леон Старый. Возможно, возможно. Ладно, дальше. 17 декабря 1817, 75-й. Почему назад как будто лист? Ты видишь? Да, вижу. Кровь, тени. Я не могу остановить это. Не могу контролировать. Я повсюду вижу черные тени. Кровь, послания, крики, боль. Я не могу понять, почему это происходит со мною. А, получается, был такой же человек, как Фрэн? Плачет того, что больно. И вот этот вот крендель рогатый. И куча этих. Плачет того, что больно. Жутко. 19 декабря. У меня было видение. Я все еще вдыхаю страх и веду борьбу со своим собственным разумом. Одна из теней спустилась с небес. Я подумал, что это ангел. Его звали Ремор. Принц тьмы из пятой реальности. Вот этот вот. Козлика. Ремор его звал. Он говорил со мной, игрался и показывал мне всякие ужасы. Он сказал мне, что я ключ к его существованию. В моей голове камень мудрости. В моей голове. Ремор. Монстры другие людей делают больными. Камень мудрости в моей голове? Камень мудрости это, наверное, мозг. Камень мудрости. Это метафора мозга. Дальше. 13 января. 76 год. Это он. Я вижу себя повсюду. Другого себя. Говорящего ложь. Рассказывающий о всей боли и страданиях в своей жизни. Другой я хочет, чтобы я совершил самоубийство. Это все шизофрения. Да? То есть это все шизофрения. Это все борьба с внутренним голосом. Это все борьба с внутренним переживанием. С внутренним альтер. Эго. Это альтер. Он улыбается, когда произносит эти слова. Убей себя. И я пытался с загитметизированной его словами. Но всегда было что-то, что спасало меня. Здравый смысл. Инстинкт самосохранения. Ну и... Должно быть это любовь к жизнью. Ну да. Либо она. Бедный мистер Леон. Хотя мне нравятся рисунки. Ну естественно, да. Как они тебе не могут не нравиться? Я повстречался с тенью. Впервые она заговорила со мной. Камалы. Камалы. Их раса называет... Потому что люди маглы. Понятно. Их могут видеть только маги. Это дементоры. Их раса называется камалы. Они выискивают слабость и боль. О, дементоры реально, прикинь. Опять это какие-то отсылки к Гарри Поттеру. Они существуют и делают людей больными. Я спросил тень об одержимости человеческими телами. И она ответила. Мы рождаемся и кормимся от страха. И неконтролируемой болезни человеческого разума. Для них мы невидимы. Но наше существование охватывает каждую живую клетку тела до самого конца. Я думаю, что камалы это некие противоречия в человеке. Вся неуверенность. Все комплексы, которые в нем есть. И все это внутри каждого из нас живет. Мы всегда неуверены. Мы всегда боимся. Мы всегда... У нас внутренних демонов достаточно. Это камалы. Я что понял эту игру? После этого начался дождь и тень покинула меня. Оставим за собой маслянистый след. Полагаю, вода может их очистить. Полагаю, вода может их очистить. Боже. Увидев, как камалы реагируют на воду, я решил провести небольшой эксперимент. Прошлой ночью я обнаружил нечто удивительное. Получается, что камалы превращаются в новый вид существ, когда подвергаются воздействию воды. На метаморфозы было больно смотреть. После ужасных криков камала успокоился и начал плакать на земле. Казалось, будто боль исчезла. Спустя несколько минут передо мной возникло яркое и мирное существо. Из-за воды. Они тают, как злые ведьмы в сказках. Мирные существа. Волок. Казалось, будто яркое существо могло читать мои мыслишки. Я благодарю вас за то, что разбудили меня. Я страдал. Я должен отправиться туда, где мне есть место. И верстаж ждет. Первая реальность. Всем волокам следует отправляться туда после пробуждения. Пойдемте же со мной, если хотите увидеть свет. У вас есть ключ. Он сказал. Я не ответил. Спустя некоторое время он исчез. Волок. Ключик. Хм. Могло читать мысли? Немного странно. Волоки. Подожди. Камалы превращаются при помощи воды в волока. По-моему, мы всегда боимся вещей, которых не понимаем. Ну, очевидно. Я перечитывал свои записи, чтобы убедиться, что никто ничего не упустил. Я вспомнил Римора из пятой реальности. И если существует пятая реальность, должно быть, по крайней мере, еще четыре. Я подумал, что и верстом может быть не городом в этом мире, а самой реальностью. Хотел бы я, чтобы все ответы пришли ко мне. Я бы тоже очень хотел... Я глубоко сожалею, что не принял приглашение волока. А, он позвал его с собой, а тот не пошел. Он нарисовал здесь пять кругов. Здесь какой-то центр, как Мидгер, да, и типа раз, два, три, четыре, пять. Мы первая реальность. А первая с какого? С внутреннего кольца или с внешнего? С тех пор, как я увидел волок, эта схема постоянно верстится в моей голове. Как и одно предложение. Время — это ритм вашего восприятия. Меня навестил мой сын Брайан. Я рассказал ему про то, что я видел. Меня навестил, подожди. Где навестил? В больничке? Ты тоже там лежишь, лечишься, и он тебя навестил? Но он не захотел слушать и ушел. Понятно. Я его не видел. А, я его не виню. Я понимаю, что моя реальность невидима для большинства людей. Хотел бы я найти друга, похожего на меня, потому что мой сын, он думает, что я безумен. Это все, это все воображение. Очень безумное воображение. Знаешь, когда типа в мозг улетел? Мое тело и разум начинают понимать закономерность. Жизнь становится довольно легко контролировать, когда вы исключите все социальные законы и будете принимать лишь законы нашей реальности. Ведь они являются не только законами, но и манерами поведения. Химическими манерами поведения, законами природы. Без этих манер поведения, без этих законов мы бы не существовали. Порой мне хочется быть листочком на земле, спокойным, покуда приближается смерть. А сколько еще листать? Типа... Боже! Боже! Прочитаем. Листочек. Прошлой ночью после урагана огромный зверь посетил мой сад на несколько секунд, а потом исчез. Это полонтрас. Он здесь тоже был, получается. Я нашел странную бутылку с розовой жидкостью на том самом месте, где заприземлился зверь. Я не могу в полной мере понять содержимое бутылки, я обнаружил красные кровяные тельца и нераспознанные бактерии. Кажется, бактерии избавляют любое живое существо от негативного воздействия. Я полил небольшое количество розовой жидкости на умирающее растение, и оно расцвело через несколько минут. Я порезал палец, чтобы проверить жидкость на человеческих тканях, и порез затянулся через пару секунд. Эти бактерии могут действовать в качестве тромбоцитов или экоцитов, но с очень быстрой скоростью, с высокой. Мне снились тысячи черных котов, окружающих мой дом. Большие желтые глаза, смотрящие в мой сон. Ух ты, мне нравятся эти картинки. Много котят и красок. Существа, населяющие версту, разнообразны. От корней до гигантских насекомых. Корни были первыми в этой реальности, насекомые прибыли позже. Я выучил их язык. И численные, и числительные. Слушай, а это все бывшие люди, да? Это что же все, типа, больные ребята, которые, ну, по соседству в палатах могут жить? Мы просто находим их и общаемся на своем языке. Это что? Это язык, да? Алфавит. Это буквы? Прикольно. Лах! Вот это я понял. Лах, да. Великие волоки являются началом первой реальности. Прайми в свет. Щит волока. Строение тела волока довольно разница с нашим. Они состоят из фотонов и звуковых волн. Также они одновременно мужского и женского пола. Одновременно. Когда детеныши достигают 20-ки-то лет, 299 миллионов, их коронуют щитом. Вот такой вот штука. Жьяр. Создание Великой Волоки. Король и версты. Второй реальности. Жизни. Во время пребывания в Иверстии ты становишься тем, кем бы ты не смог стать на Земле. Здесь листья поют, падая с дерева, а вода шепчет свою мудрость, когда ты ее пьешь. Пандора. Создание Пяти Реальностей. Неотъемлемое существование находится в человеческом мире, а в третьей реальности. Земля, Марс и Юпитер. Сознание. Практика воли. Пандора. Создание Пяти Реальностей. Находится в третьей реальности. Сен-Арс-Эдди. Конец колебаний, когда оба конца противоположностей одинаковые. Находится в третьей реальности и четвертой. Смерть. Мабука. Конец света. Это злое что-то, да? Как много голов. Видимо, это существо много думает. Мабука. А, это Мабука, управляющая вот этим ремором. Мабука, и вот она им типа управляет. Кровь повсюду. Конец света. Рагнарек. Мабука. Мать Мабука. Отпускает меня. Я провел пятнадцать дней здесь, в логове Мабуки, и я устал. Мне больше не нужно прятаться от боли, ведь она является частью меня. Кажется, будто любовь везде и во всем. Мне нравится плакать, нравится смеяться, нравится быть живым. Мабука. Если темные вещи из тьмы такие темные, как они друг друга. Вот эти вот, кстати, тентакли тоже окутывали франк. Это он? Запись без даты. Я готовлюсь вернуться домой. Он уже даже забыл, сколько он здесь находится. Мабука отправила меня в бесконечные пределы логова Мабуки, и я жду Люцифернов. Я должен подружиться с ними. Точнее, стать одним из них. Люциферны собираются в нити. Вот почему они выглядят так, будто отращивают волосы. Но это то дерево, которое мы видели, да, и где ключ забирали. Надеюсь, мое тело выдержит путешествие. А, вот этот знак. Это вселенная. Отсюда можно как-то добраться сюда. Это какие-то камни и вырванные страницы. Что это? Рисунок слева похож на антенну. О, нет, кто-то вырвал остатки книги. Гравитация собирает частицы, чтобы создать новые. Это сила созидания, а созиданием эволюция неизбежна. Я еще не раз вернусь к этому дневнику сто пудово. Кто-то вырвал конец книги. Господа, мы в эверстии. Мы в эверстии. Что же нам делать? Я пока... Еще большая жесть. Ну, меня предупреждали. Меня предупреждали, господа Фрэн Боу. Ну, слушай, нет, понимание-то появляется. Ладно, в чем я дурака-то из себя корчить? Я же не такой глупенький. Понимание немножечко появляется. Картинка складывается. Если дальше продолжится в том же духе, картинка развалится, а я как бы... Да. Хорошего дня. Всем пока.